Сегодня в музее графики на выставке Олеся Фалея можно поразмышлять о судьбе художника, как обычно, и о дилемме художника. Мне кажется, что его разные материалы — это еще разные направления взгляда и пути художника. Может быть, как раз есть благородное и неблагородное в этом творчестве, продаваемое и непродаваемое. Нет ли как раз прекрасный повод разграничить компетенцию художника и ремесленника? Он сам, наверное, прекрасно это понимает, и поэтому с такой легкостью отдается свободному искусству, авангарду, вот этому абстракции, потому что, наверное, ремесло действительно давно в руках и хочется раскрепоститься. Мне всегда немного жалко таких художников, которые проводят эту черту между своим ремесленничеством и свободным искусством. Это обидно для художника, а для зрителя это большая потеря, мне кажется, потому что нельзя этого никаким образом разграничивать. Это трагедия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Арт-объекты, которые я сегодня показываю в Санкт-Петербурге, это такой план работы я показываю впервые. Раньше я показывал графику, живопись, а вот такого плана работаю впервые. А материал, это важно для вас? Вот там гофрокартон, много текстиля, старого материала, когда человек художник работает с материалом таким историческим, это одно, а вот назовем его таким гранжевым помойным, это другое. Я вообще работаю со всеми материалами, ну в основном это металлолом, мусор, какие-то отходы, но здесь вон современные графики, и я уже отобрал работы в основном, которые сделаны из гофрокартона, из картона, бумаги. Мы говорили о Юрии Никифорове и о Пушкинской 10, это авангард, настоящее нонконформистское искусство, которое вам, наверное, близко, но при этом все-таки вы ориентируетесь и на рынок, на то, чтобы работы реализовывались, продавались. Вот в чем здесь ваша дилемма художника? Нет, мы не ориентируемся на какой-то рынок, мы просто делаем то, что нам нравится, то, что нам хочется. Кузнечные изделия позволяют мне зарабатывать на жизнь, и то есть у меня есть возможность заниматься творчеством, то, что вот видите на этой выставке. Кузнечные изделия, это просто, да, они более понятные, более покупаемые, многим нравятся, но это просто, ну, работают, ну, ради денег, ради хлеба, чтобы заниматься настоящим искусством. Это как бы, ну, ремесло. Ремесло, о, золотые слова, да, ремесло, и я вроде неплохой ремесленник. А вот это вот ваша такая свободная эмоциональная графика, вы тоже давно ей занимаетесь, да? Все время, то есть с юности. Не, но дело в том, что не с юности, но дело в том, что даже не вчера я начал этим заниматься, это же как бы художник приходит ступенькой за ступенькой. Сначала это было фигуративно, потом полуфигуративно, а сейчас, если вы видели график, это беспредметно, то есть вы не видите графики, вы не видите там никаких даже намеков на фигуратив, намеков на дерево, намеков, ну, на человека, на животное, просто это вообще беспредметное. Тут уже идет у художника вопрос, как найти вот этот знак, найти вот это, которое бы не отображало вот эту землю, и пряжет, чтобы в этой работе присутствовалась духовность. Духовность – это, ну, некоторые духовно связывают с религией, но духовность, в моем понятии, это космос, это параллельность, это, ну, то есть, как бы, естественно, люди, которые прочитывают абстрактную живопись, я понимаю, я думаю, что они были так, как и сам я, когда слушаю какие-то симфонии какие-то, ну, какие-то вещи, ну, даже на песне, которые на иностранном языке, просто когда присутствует вот это настоящее, оно присутствует, понимаете, а если нет, то... Хорошая метафора, что это, то есть, на иностранном языке, который ты не понимаешь, а удовольствие получаешь. Да, 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 то же самое в абстракции, вот вы смотрите, вроде бы, как бы, сгусток какой-то энергии, сгусток каких-то красок, они рвутся, или они, наоборот, стекаются, или разбегаются, вы смотрите, вы увидите целый мир, целую Вселенную. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok